Всем привет, друзья! И с вами я, Михаил Шилов, автор проекта www.3wbudushin.ru, www.3wbudublog.ru и www.3wmakevara.ru В этом видеоподкасте я хочу рассказать вам о том, что удар подготовленным кулаком, и удар неподготовленным кулаком, это есть совсем две разные вещи. Какое понятие я вкладываю в подготовленный кулаком? Я имею в виду укрепленным, набитым кулаком. То есть таким кулаком, которым можно реально разбить кирпич. В чем же разница, да? Если, предположим, человек занимается боксом, у одного кулак набитый, у два часа боксом занимаются, а у другого не набитый. Чем же у них различается сам удар? Ну, наверное, совершенно понятно, что они различаются по степени травматизма, прежде всего для себя самого. Человек, у которого кулак не набит и не подготовлен, который бинтует руки, работает только в перчатках, у него очень велика вероятность, что он себе повредит руку. Ну и тому, как бы, масса доказательств. В своем бытности я работал в травмпункте и видел очень-очень много травм после уличных драм. Как у боксеров, так и у каратистов, так и вообще просто у драчунов уличных, да, которые имели неподготовленные руки. Да, они даже выигрывали уличные эти бои, баталии, но не без поддержки называется. Руки, пальцы выбиты, пальцы, сломанные кулаки, вывихнутые запястья. Все. Совсем другое дело, когда у человека подготовленный кулак. И ударить во что-то жесткое ему не составляет абсолютно никаких проблем. Беспоследствия для себя. Вот. Так вот, в чем же суть-то самая-то главная? Я даже не про то, что в плане физическом у него рука целее будет. И даже не про то, что хорошо подготовленный кулак, он все-таки плотнее гораздо и крепче, чем у рыхлых кулак. Он внутри подготовленного. Я, кстати, я сам затрону чуть-чуть аспект, давайте. Вот, в чем все делать. Дело в том, что когда кулак подготовлен, закален и укреплен, то он менее рыхлый. Он действительно более плотный, потому что у него более крепкие связки, более сильные мышцы. И из-за этого, на момент удара, кулак атакующего меньше деформируется от собственной техники. Положим, при попадании в лоб. Я не говорю про то, что эта деформация может привести к травме. Я говорю про то, что чем меньше деформируется кулак, тем, соответственно, меньше он энергии в себе поглощает. То есть, меньше теряется энергия. Одно дело ударить резиновым мячиком, пускай тяжелым даже, но упругим. А другое дело камнем ударить. Ну, того же веса. Если бы это можно было представить себе ситуацию. По-разному будет. Или там ударить молотком резиновым, который на пружинке, у него крепится молот сам. Или просто молотом ударить. Совсем будет эффект разный совершенно. Вот. Если нету деформации, то энергия приема, она вся переходит в мишень. Получается все так, как надо. Вот. Я хочу сказать о психологии удара самого подготовленным кулаком. У человека, у которого кулак закален, и он об этом знает хорошо, он и бьет-то совершенно по-другому. Психология удара совершенно другая. Он готов очень сильно нанести прием. Очень сильно. Человек, который однажды руку вывернул в бою, у кого неподготовленный кулак, где-то остаточный травматизм, в том числе психологический, даст себя знать. Он будет в какой-то степени и сдерживать прием. У него не будет в ударе той самой тяжести, которая не должна быть. Конечно, есть безбашенные полностью люди, или те, которые дерутся подвыпившую, условно говоря. Они, конечно, каждый раз будут бить со всей силы, каждый раз будут выламывать все кулак. Но, как правило, в абсолютном большинстве люди, однажды получившие травму, они не готовы бить сильно. Опять же, человек, который знает мощь своего приема, что этот прием действительно может сокрушать все на пути на свое. То есть, он кулак закалил, делает демешевали, ломает доски кирпичи, он знает, какого ждать эффекта от собственного приема. Он знает, что если человеку по челюсти попадет, то у того челюсть просто рассыплется на куски. А само желание и эта визуализация, она творит. Она творит реально. Очень часто можно видеть такую ситуацию. Я у себя просто вижу на семинарах, когда провожу, в группе своей. Когда человек не верит в то, что он может ударом в корпус противника положить, ну, сложительно пополам, даже готовым, который стоит, просто для меня в пресс. Ну, Лупашек, будь здоров там сильно, мощь удара просто сокрушительная. Ему кивару настроенную тяжело пробивает, все. Вот, и перчатки. А голая рука никогда не работает, все, он говорит. Все, пробивает, хорошо все. То есть, удар по стыдам. Но кулак не подготовлен. Веры нет. Вот, ему говорят, голой рукой, вот давай пробей живот. Он бьет, и видно, что удар не обладает ни тяжестью, ни вот некой вязкостью в теле противника. Если говорить, хороший, мощный, щелчок, классный, сильный, но не несущий разрушительного действия в себе. И наоборот, человек, который руки подготовил, он чем бы ни ударил, какую-то, он даже вот расслабленной рукой взял какую-то кукен, ударил, щелк по груди, и у того же, ну, противника из сердца встал. Он не подготовленный бьет точно так же, только сжение на коже. Хотя и бьет-то сильно. В чем заключается секрет? А вот об этом очень трудно говорить. Здесь что-то выходит за рамки биомеханики уже. И за рамки простой физики. Здесь что-то кроется в энергетике и психологии. Я, когда говорю с энергетикой, то я не подразумеваю какие-то там эзотеические посуды какие-то такие, что есть какие-то там энергии немыслимые, невидимые. Я под энергетикой понимаю правильное распределение, скажем так, энергии, которые вообще порождаются от правильной работы мышц. И когда человек готов реально бить голой рукой и реально встречать сопротивление голой рукой, и этим занимается постоянно, да, на макивале работая, например, у него совершенно по-другому начинают какие-то глубинные структуры работать. Какие-то мышцы, которые у человека, которые с забинтованной рукой работают и закрытой перчаткой, не включаются. Они не нужны. Они есть. Они есть. И они дают именно ту дополнительную мощь, вот это вот залипание в прием, когда сила вся с руки, даже с очень коротким ударом, или с замаха, либо туда, с сформированным ли кулаком, или раскрытой ладонью, она входит в тело противника вся. Здесь уже момент не только в генерации силы, не в том, сколько в себе несет силы кулак. Вот он летит, и он в себе несет силу. А здесь еще подключается тот фактор, сколько этой силы он сможет там оставить, в противнике, сколько он туда передаст. Вот в этом секрет есть. И это происходит у разных людей по-разному. Кто-то работает голой рукой, он эту силу передает всю. Ну, кто постоянно работает голой рукой, и имеет именно поставленный прием голой рукой. Там достаточно просто на коротке, ну, человека в ребра кулаком. Все. И он загибается, даже очень подготовленный. И совсем наоборот, когда и подготовленная рука, удар мощный по корпусу. И не факт, что если он не четко по месту придется, там, в солнышко, вот, или печень, да и то в удачную фазу, то может оппонент и легко это перенести. Так что, ничто не заменит подготовку голого кулака. Ничто. И, кстати, хочу сказать, что это стали понимать боксеры в ноги. Вот, кстати, завтра состоится бой Поветкина и Кличко. Ну, Владимира как-то. Владимир Кличко и Александр Поветкин. Вот Поветкин до этого боя уже на протяжении, наверное, лет двух, наверное, работает на Макеварах Камертон Шилова и Макевара, значит, МБШ, Бадюка Шилова. И не знаю уж, как завтра пойдет бой, кто победит. Там, конечно, победит лучший, сильнейший, у которого больше тактика и все. И, конечно, по правилам они будут драться бокса, само собой разумеется, вот, профессионального. И в перчатках, опять же, и с забинтованными руками. Но я просто вообще про другое хочу сказать. Что Поветкин вот как-то так осознал, что удар голой рукой и забинтованный – это разные вещи. Если посмотреть на фото его рук два года назад и сейчас, они совершенно, конечно, по-разному выглядят. Не знаю, как это поможет ему в боксе профессиональном, но если ему доведется на улице подраться, то это, безусловно, поможет, обназначено. Он и так бы на улице докостылял, ну, противникам, по шее только так ничего делать. Но так он это сделает еще и безопаснее для себя. И ничто не заменит ту ту, из которой дает возможность бить голым кулаком. Ну, в курсе, как бы, в моем видеокурсе «Как быть, с железным кулак» есть, как бы, сравнение такое, что если человеку, любому, даже неподготовленному, дать в руки камень, то он этим камнем запросто разобьет орех кокосовый. То есть, зажмет его в кулак и разобьет. А кулаком не разобьет. Вот вам уже первый пример, что сила та же самая, генерируемая сила та же самая, а будет эффект совсем разный. И даже не в том суть, если человеку дать, предположим, деревянный брусок, да, который намного легче, а то скажут, ну, камень уже тяжелый, деревянный брусочек легенький, да, который в руке зажать может. Ну, сопоставимый по размеру с кулаком, предположим, да, вот. И он уже вооруженный примитивным, вот таким очень примитивным оружием, уже запросто любому другому человеку, противнику своему реальному на улице, например, да, бандиту, хулигану, сможет ударить в лицо или голову вообще со всей силы так, так что будет урон, а голым кулаком не сможет, ну, потому что кулак не подготовлен. Так вот, подготовленный кулак, он точно такое же вот оружие, как то, которое, например, привел я, камень или тот же деревянный брусок. Он позволяет вкладывать без опасения все силы в удар и дает уверенность, что этот удар действительно достигнет своей цели и достигнет эффекта. А потому закаляйте ваши руки, и тогда вся потенциальная гигида сила вашего приема, она перейдет через голую руку в тело противника. И вы его обязательно победите. Удачи!